Концепция пророческого времени Концепция пророческого времени И до сих пор остаются предметами герметических споров Дело в том, что существует несколько подходов к интерпретации Откровения Иоанна Богослова В частности, в решении вопроса о том, к какому времени относятся эти события И тот подход, который мы избираем, влияет и на наше понимание второй и третий глав Откровения На протяжении истории христианства были христиане, были учителя Библии Которые говорили в частности о том, что семь церквей, которые описаны в второй и третий главах Откровения Иоанна Богослова Это на самом деле семь периодов истории церкви То есть Тефецкая церковь — это один период, Ладийский церковь — это другой период И говорится там и о благословениях, и о головной боли, так, о минусах, скажем, об испытаниях Или недостатках церкви в каждой из этих семи периодов А другие утверждали и утверждают, что на самом деле это не хронологическая последовательность Другие богословы, другие библейские учителя говорят о том, что семь церквей существуют одновременно Более того, в каждой поместной церкви бывают какие-то качества в Эфесской церкви, Ладийской церкви и прочее А вот давайте сегодня вместе посмотрим на описание семи церквей, на послание семи церквям И попробуем решить все-таки, как соотносятся, какие временные соотношения существуют между этими церквями Вадим, итак, вопрос к вам все-таки Как вы думаете, эти события разворачиваются хронологически? То есть можно, например, говорить о ладыкийском периоде церкви или эфесском периоде церкви И вот сейчас Вселенская церковь находится в одном из этих периодов Или все-таки речь идет о событиях, которые могут быть в разных церквях То есть, скажем, что-то в наших сегодняшних церквях может быть от Эфеса, что-то от Смирны и так далее Или одновременно все Ну, например, семи церквей, которые здесь рассматриваются, каждая церковь, современная, может дать себе оценку Но здесь можно говорить, допустим, о ладыкийском периоде Не обязательно здесь рассматривать хронологически Это не обязательно, но можно рассмотреть и хронологически Это вневременное представление о церкви, я считаю Хорошо, а теперь скажите, Вадим, что думаете и почему так думаете И помогите все остальные А что это за ангелы церквей, которым нужно написать? Что это за ангелы церквей? Итак, гипотеза номер один Ангелы церквей, как руководители церквей Пасторы, предстоятели, пресвитеры, руководители, как хотите Какие доводы в пользу этой гипотезы? Дьякон — это одна из переводов ангел Не понял? Дьякон Послание Нет, дьякон — это служитель Дьякон — это служитель Это служение Ангелос — это именно посланник То есть дьякон не является одним из переводов ангела Это разные вещи Какие еще аргументы в пользу такой теории? Кстати говоря, 20 стих первой главы В нем впервые упоминается, возникает эта мысль Семь звезд — суть ангелы семи церквей А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей Вот ангелы семи церквей Об этом говорилось уже в первой главе 20 стихе Вот что это за ангелы Была высказана теория, было высказано предположение, что это предстоятели, лидеры церквей Такое предположение существует, оно достаточно часто высказывается Я вот пока не мог найти, ни сегодня, ни вообще, когда читал этот фрагмент Не мог найти в тексте непосредственных указаний о том, что речь идет именно о предстоятелях Слово ангел означает вестник Вестник, может быть, который передаст весть кому? Либо этой церкви дойти в дательный падеж Либо от этой церкви В данном случае не совсем понятно А ангелы как служители Предложение кажется наиболее вероятным Но не с текстологической, а с практической точки зрения Но вот вопрос Ангел может иметь учение ваала Да, вот вопрос А как, есть ли еще в Новом Завете места, где слово ангел используется в значении служителя Или служитель, оно называется ангелом Вот проблема в том, что таких мест больше нет Да, ангелы как служебные духи Вот здесь можно единственное, что на счет определения, да, сделать какую-то такую Провести какую-то аналогию Вот, то есть Но тогда это совершенно не обязательно означает, что они предстоятели церквей Значит, все-таки мысль о том, что ангелы это предстоятели или лидеры, руководители церквей Скорее происходит не из текста, а из, скажем так, вероятности Кто еще может учесть и передать церкви вот такую информацию, скорее всего, служители И ангелами они выступают для церкви Они будут в своей проповеди, или читая эти послания, они будут передавать эту информацию То есть, а служитель становится ангелом Это один вариант Есть и другой вариант толкования, более мистический Когда ангелы, это действительно ангелы, как служебные духи У каждой церкви есть свой ангел, свой ангел-хранитель Который заботится именно об этой церкви, печется именно об этой церкви Такой взгляд действительно существует Какие аргументы за эту теорию мы можем выдвинуть? Ну, прежде всего, то, что слово ангел, ангела здесь используется в его основном значении Главный аргумент против этой теории Составит в том, что она-то как раз менее всего подходит под то, к чему мы привыкли Например, знаете ли вы, видели ли вы в своих церквях ангелов, которые в вашей церкви конкретно пекутся? На это можно ответить Ну, простите, мы много чего не видели Мы Святого Духа напрямую не видели Но результаты его действия мы видели И в сердце своем его ощущали А почему бы не предположить, что точно так же дело обстоит и с ангелами церквей? Нам не безразлично современная церковь И у нас есть, что ей предложить Поддержите наш проект «Молитва и финансами» Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте Вот, значит, в общем-то, выбор сводится к двум вариантам Либо это служебные духи Либо это лидеры церквей Руководители церквей Понимая, что речь идет все-таки о апокалиптической литературе О пророческой литературе Мы не ожидаем от Энгелиста Иоанна В откровении Богослова В откровении Иоанна Богослова Мы не ожидаем от него Строго научных способов выражения Поэтому, в принципе Среди вот этих двух вариантов Выбирать довольно трудно Здесь есть такой стиль «Вспомни, откуда ты не спал и покайся» Что значит «не спал»? Дело в том, что к церкви обращаются они в единственном числе И в мужском роде «Не спал» — это не ангел, естественно, не спал А церковь, община не спала Потому что ты не горячий, не холодный Ты много переносил Допустим, много переносил И умеешь терпение Не переносила, а переносил А очевидно, к церквям обращаются в единственном числе Мужского рода Я понял А тогда у меня отсюда есть некоторая мысль Что если обращаются к церкви То здесь можно допустить Что ангелом называется То духовное состояние Церкви, в котором она В настоящий момент находится Но тогда еще сложнее А как духовное состояние может обратиться к церкви? Ангелу такой Давайте заменим Допустим, словом «служители» Это было бы хорошо заменить «Служителю скажи» И даже «ангелу скажи» А вот теперь попробуем Духовному состоянию эфесской церкви скажи Может быть, обращаясь к этому духовному состоянию Но как-то получается Напиши, да Духовному состоянию эфесской церкви Напиши, что они в настоящее время находятся в таком состоянии И тоже тогда проблема Где еще ангелы называются духовными состояниями То есть тут непростая ситуация Я не помню, чтобы в комментариях вот такой вариант Ангел как духовное состояние давался Просто из-за того, что ангел Существо весьма конкретное в любом случае Вот конкретика ангела и абстракция духовного состояния Все-таки вещи немножко разные Понимаете Сказать о том, что эта интерпретация невозможна Я не берусь Просто потому, что речь идет о пророческом Апокалиптическом тексте Но я также не берусь сказать, что эта интерпретация вероятна Вот как раз Здесь будьте, пожалуйста, очень аккуратны Как-то мне довелось быть в одной церкви На библейском разборе по книге Откровения Иоанна Богослова Бедные, разбирали они вторую главу Разобрали всего несколько стихов Это я вам в качестве предупреждения В качестве ошибок, которых нужно избегать Они так долго разбирали, что собрать обратно забыли И к концу разбора было совершенно непонятно, о чем идет речь То есть выглядело это следующим образом Так говорит держащий семь звезд в деснице своей Пастор спрашивает А почему он держит именно семь звезд? Вот не какое-то другое число Ну сказали число совершенства Хорошо А почему именно семь было числом совершенства? И начались всякие там домыслы Почему Вот сказали, например, семь дней в неделе А что, говорит, сначала было? Совершенство числа семь Или количество дней в неделе? Вот И пошло, понеслось Почему именно в деснице? Ну деснице это правая рука, это символ власти А почему символ власти стала правая рука? Ну кто-то предполагает и говорит Ну потому что вот на левой руке, с левой сердца Да, говорит, ну тогда должна быть символ власти левая рука А потому что, говорит, это обозначает Что власть должна объединять в себе и разум, и сердце Если бы символом власти была левая рука Эта власть была бы слишком подвержена эмоциям Значит, извините, пожалуйста Вот эту чушь пришлось слушать два часа Потому что я еще был молодым и неопытным Не хватило у меня наглости сказать Так, народ, хватит ерундой заниматься Вот И, да, пошли дальше Ходящие посреди семи золотых светильников И пошел вопрос А как он ходит посреди семи золотых светильников? Там сделали вывод, что К той церкви, у которой больше всего проблем В данный момент он подходит Отходя от всех других То есть, в общем, чушь полная Вот И потом мне стали, мне говорили люди в этой церкви Говорят, а мы сюда на разборы не очень ходим Я говорю, а почему? Они говорят, потому что скучно Ну, понятно, что скучно И совершенно не ясно, что с этим потом дальше делать Мы выяснили, что Христос от каких-то светильников отходит К другим подходит Ну, во-первых, это глупость Вот А во-вторых, зачем? Так что не увлекайтесь, пожалуйста, деталями И постарайтесь не задавать такие вопросы На которые священное писание не отвечает Вы понимаете, да? Есть вопросы, которые не нужно задавать Именно потому, что вопросы бессмысленны Но вопросы эти все равно в Библии ответа нет Она не об этом говорит Например, вот этот стих Вторая глава Откровения, первый стих Не задается вопросом Какая температура горения этих светильников Ну, он не об этом написан Значит, вот И так же вы, когда вы слышите Вам задают вопрос Ну, совершенно не обязательно этот вопрос отвечать Понятно, на экзамене преподавателю так не скажете Да, но, скажем, на разборе Библии Учитесь отличать вопросы, о которых идет речь в Писании От вопросов, вызванных просто нашим суетным желанием Получить какую-то дополнительную информацию Богом не дам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!